Что было самым важным в течение этого дня, делает этот день именным. У тела нет такой потребности в сне. Потребность в сне есть, в первую очередь, у психики. Наша психика исцелила все то, что мы прожили за день. Но для того, чтобы она могла выполнить свою работу, мы должны выполнить свою часть работы. Люди, которые делают это своей привычкой, делают это своим вечерним ритуалом, они утром просыпаются, полные энергии и сил, потому что психика все успевает сделать. Мудрые советы про сон. Если бы вы знали, насколько важен этот ритуал ухода ко сну, если бы вы только представляли себе всю значимость для нашей психики, вот этого процесса, когда мы переходим из состояния бодрствования в состояние сна, и там, в этом состоянии сна, происходят невероятно важные процессы для нашей психики. Первое, что происходит во время сна, у нас происходит процесс переживания, растворения того напряжения, с которым мы встретились в течение сегодняшнего дня. И если мы правильно ложимся спать, если мы сделали уход ко сну неким правильным ритуалом, а во всех духовных практиках, во всех духовных традициях нас учат этому, и я сейчас вам все это буду рассказывать, так вот, если мы это совершили, этот плавный переход, то в первые три фазы сна наша психика исцелила все то, что мы прожили за день. Нас кто-то расстроил, мы на кого-то разозлились, у нас была какая-то задача, на которую мы... Ну, есть вопрос, но еще нет ответа. Психика будет искать ответ. Психика исцелит. Она, наша психика, понимает, с чем мы встретимся завтра. И она может за время сна подготовиться, как раз это в фазе быстрого сна, она подготовится к завтрашнему дню, создав нам нужное эмоциональное и ментальное состояние, чтобы максимально эффективно встретиться с вызовами, которые у нас предстоят в следующем дне. И третье, что сделает наша психика, она, зная, с какими процессами негативными мы завтра встретимся, а каждый день в 4.30 утра наш гормональный фон меняется и поднимается какая-то непрожитая, негативная часть нашего психического процесса. Или, как говорят в духовности, непрожитая часть кармы. И если у психики достаточно ресурса, она эту непрожитую часть кармы ночью перепроживет. И это будет в виде сна, это будет в виде того, что вы ночью будете физически, может быть, активны, будете ворочаться, если это какая-то такая была проблема, что слишком много энергии. Или вы будете спать очень расслабленно, и у вас будет такой тяжелый, вязкий сон. Это всегда будет связано с тем, что у психики есть невероятное количество ресурсов ночью нас исцелить. Но для того, чтобы она могла выполнить свою работу, мы должны выполнить свою часть работы. И первое, что нам нужно помнить, что во время сна тело не нуждается в том, чтобы спать 8 часов. То есть телу отдых в количестве 8 часов не нужен. И вы это можете сами заметить, когда вы приехали куда-то отдыхать. И вы знаете, вот вы долго уже отдыхаете, может быть, 2 недели, 3 недели, может быть, месяц, 5 месяцев. И вы обнаруживаете, что вам не хочется много спать. Вы легко высыпаетесь. Ваше тело легко и быстро подскакивает. Потому что у тела нет такой потребности в сне. Потребность в сне есть, в первую очередь, у психики. Итак, первое, что мы знаем, что в первую очередь спит не физическое тело, а наша психика. Давайте мы посмотрим, как же мы помогаем нашей психике. Первое, что мы делаем, мы проветриваем комнату. Нам нужно много кислорода, много свежего воздуха для сна. И, естественно, мы все с вами знаем и делаем это регулярно. И если вам нравится то, что я рассказываю, можете поставить лайк. И мы все по вечерам гуляем на свежем воздухе. Час-полтора перед сном мы гуляем, чтобы наши легкие наполнились воздухом. Спим в хорошо проветриваемом помещении. Потому что психике, чтобы работать ей нужно, чтобы у нашего мозга было достаточно кислорода. Наш мозг питается кислородом. Этого мало. Наша психика нуждается в том, чтобы мы перед сном зашли в состояние, в сон, ушли в состояние покоя. Не смотрели гаджеты перед сном, не возбуждали свою нервную систему. Потому что, если мы перед сном просмотрели какой-то фильм и был какой-то очень интересный, динамичный сюжет, и вот мы после фильма со словами, ну все-все-все, пора спать, ложимся спать, то вы сами знаете, не хуже меня, что мы будем переваривать во сне этот фильм. То есть мы будем переваривать во сне не свою жизнь, а чужую. Я не против кинофильмов, я сама люблю смотреть кино, но за 2-3 часа до сна. Перед сном это убийство самого себя. Вы можете это делать, вы можете это не делать, но если вы сейчас услышите в моих словах долю истины, то вы можете хотя бы задуматься об этом. Смотрите, что получается. Вместо того, чтобы проживать свою историю, а наша психика, она не понимает, это с ней произошло или с какими-то другими людьми. Она все воспринимает на свой счет. Она посмотрела какую-то историю. Вы, когда смотрели этот фильм, вы с этой историей были идентифицированы. С главной героиней или главным героем. Мы не наблюдаем, как посторонний наблюдатель. Мы проживаем эту историю. И там был, ну, фильм-то снят правильно, он снят для того, чтобы задеть нас за живое. И там поднялось очень много наших чувств. И вот вместо того, чтобы проживать то, что было с нами в течение дня, вместо того, чтобы проживать то тяжелое, что нам нужно прожить, или встретиться с тем хорошим, с тем ресурсом, который нам понадобится завтра, мы проживаем жизнь выдуманных героев. Задайте себе вопросительный знак, спросите себя, правда ли, что вы это хотите. Если вам интересно то, что я рассказываю, подписывайтесь на мой канал, и я рассказываю здесь много интересных историй. Итак, что мы делаем дальше? Итак, мы не смотрим фильмы, мы прогуливаемся перед сном. Этого достаточно? Нет. Нам нужен анализ дня. Если мы на несколько минут перед сном эту работу сделаем, мы сэкономим для своей психики очень много времени и очень много сил. Что делает наша психика? Первое, сделали ли это вы специально, или она это будет делать сама? Когда вы перед сном спрашиваете, что самое важное произошло со мной в этот день? Она делает такую ретроспективу того, что было в течение дня. И поскольку она работает с очень большой скоростью, она перебирает события, истории, какие-то маловажные, очень важные встречи. И может быть, на что-то вы абсолютно не обратили внимания. И когда вы спрашиваете потом себя, то есть вы говорите, что было самым важным в течение дня? И она присылает вам ответ. Это очень часто не то, чем вы занимались целый день. Это может быть мимолетный разговор, это может быть мимолетное слово, это может быть какое-то впечатление. То есть это совсем не обязательно что-то, на чем вы были сосредоточены в течение дня. Но когда вы осознали, что было самым важным в течение дня, это становится вашим инсайтом, становится вашим подарком, становится вашей драгоценностью. То есть нечто, что делает этот день особенный. И тогда в вашей жизни происходит очень интересное событие. Вы перестаете воспринимать прошедшие дни как череду каких-то посредственных дней. каждый день для вас становится невероятным. Потому что этот вопрос, что было важным в течение дня, что было самым важным в течение этого дня, делает этот день именным. Потому что там будет какой-то инсайт, там будет какая-то история, там будет какой-то ваш опыт, который вы получили. И тогда каждый день события, каждый день праздник, каждый день с большой буквы. И жизнь больше не кажется вам серыми буднями, даже если вы живете по принципу работа, дом-работа, или вы домохозяйка, и целый день возитесь с семьей, с детьми. Но и это не все. Это ускоряет работу нашего левого полушария, нашего сознания. Но есть еще чувства. И тогда мы задаем себе второй вопрос. Что хорошего я прочувствовала за этот день? И появляется та же картина, только теперь чувственная. И, например, вчера я слушала концерт классической музыки в Ботаническом саду. И это было невероятное чувство. Мои уши, мое сердце наслаждалось классической музыкой, а мои глаза наслаждались кленовыми листьями, закатом, контуром деревьев за музыкантами. И я испытывала чувство блаженства, умиротворения. И когда я спросила себя вчера, что такое я чувствовала в течение дня самое важное, я увидела именно этот образ. И это чувство стало более осознаваемым. И я смогла насладиться этим чувством еще раз. И это тоже останется теперь в вашей копилке. И вы хотите сказать, что это все? Нет. Есть еще один нюанс. Когда вы просите прощения и благодарите всех людей, с которыми вы встретились в течение дня. Я закрываю глаза и представляю всех тех людей, с кем я встречалась в течение дня. Я их всех благодарю и прошу у них прощения за то, что, может быть, не сказала, не сделала, может быть, была недостаточно вежливая. И это успокаивает мою совесть. Вот три важных аспекта, которые длятся буквально три минуты, но они экономят для вашей психики ну, три-четыре часа времени. Люди, которые делают это своей привычкой, делают это своим вечерним ритуалом, они утром просыпаются полной энергии и сил, потому что психика все успевает сделать. Вот такие невероятные вещи вы получаете, когда совершаете вечерний ритуал ухода ко сну. Как вам это? Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит два-три новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.